День России – один из самых молодых государственных праздников нашей страны. Это праздник свободы гражданского мира и доброго единения всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник в смене вместе отмечают более тысячи девчонок и мальчишек из разных регионов нашей страны. В честь праздника на специализированной смене «Я, гражданин России» проходит торжественная линейка. Сегодня все танцы, песни и стихи посвящены нашей стране – Великой России. Это море, это небо синий, это жизнь в родном моем краю. Это дождь, эти вьюги злые, эти тополя, эти клены. Родина моя, моя Россия. Как сказать, что я тебя люблю? 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете, а праздничной эта дата стала с 1994 года. Суверенитет Российской Федерации был провозглашен во имя высших целей – обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование языком, а каждому народу – право на самоопределение в избранных им национально-государственных и национально-культурных формах. Я знаю об этом празднике то, что первый президент Российской Федерации Борис Ельцин придает значение 12 июня – День России. Я считаю, что этот день очень важный в нашем мире, потому что мы должны помнить то, что мы граждане России, чтобы не забывали о своих патриотических качествах. Мальчишки и девчонки из лагеря «Тенистый» к празднику подготовили выставку «Моя Россия». Более 20 работ, посвященных величию и красоте нашей страны. На картинках можно увидеть государственные символы, флаг и герб, гордость столицы Кремль и даже президента Владимира Путина. Очень понравилась выставка рисунков. Мы очень довольны. И я, если честно, рада, то, что в наше время дети посвящают свои рисунки нашей Родине. В оздоровительном лагере «Морской» проходит военно-спортивная игра «Зарница». Семь станций на каждой различные испытания. На выполнение одного задания у ребят есть всего три минуты. Медицинская подготовка, полоса препятствий, огневой рубеж. Участники с интересом и азартом преодолевают все эти этапы. Заказание первой помощи – это вон там. Там надо было перевязать руку, ну, сломанную руку, чтобы не сгибал человек. Еще мне вот это с автоматом понравилось. Тоже хорошее. Руководство федерального центра подготовило сюрприз для мальчишек и девчонок. В завершение праздничного дня на стадионе состоялся концерт группы «Симпл Став». «Симпл Став» – это первый в России детский рок-коллектив. Его основали четверо друзей со своими родителями в 2007 году. Тогда самому младшему участнику группы было всего 8 лет. Юные музыканты исполнили свои самые известные композиции на русском и английском языках. Весь зал подпевал и танцевал под зажигательные песни. После концерта у всех была возможность взять автограф и пообщаться с артистами. На майке, на майке. Счастливые лица и незабываемые впечатления. Праздничный день России в федеральном детском центре «Смена» прошел ярко и насыщенно. «Лагерь большой, обстановка очень хорошая, то есть все хорошо дружат, вожат их хорошо с детьми». «Да, очень понравилось. Любые песни суперские. Я их слушаю давно уже. Да, пять лет уже».